Песковский Михаил Владимирович, генеральный директор компании InfoSoft, я вот тоже как предыдущий, выступающий от бизнеса. Соглашусь с вами в плане того, что нет определения, я далек от учебных процессов, я больше за бизнесом, 21 годом занимаюсь, но если я все правильно понял, то мы тут вроде бы должны были обсудить программу профессиональной переподготовки наших госслужащих, чтобы они лучше цифровой экономикой занялись. Если так задачу ставить, смотришь в буклетике, сама программа детально не расписана и сложно. Может я не знаю полностью ее задержание, может быть включу на то, о чем я хочу сказать. У меня следующее соображение, на мой взгляд, чтобы обсуждать программу переподготовки, надо понять, чего от этих людей хочется. Вот мне кажется, ну если там цифровая экономика, наверное, им предстоит, ну не просто там что ли пользователями этой цифровой экономики быть, а наверное им предстоит там либо участвовать в проектах изменений, либо быть лидерами этих проектных изменений, то есть эту цифровизацию как у себя на своем любимом предприятии где-то внедрять. Ну а если так вопрос поставить, то, ну тут чего там, 21 год внедрением автоматизированных систем различных занимаюсь, ну вроде есть там соображение, что первое, нужно знать предмет, который ты собираешься автоматизировать, поэтому их учить не надо, ну потому что они уже работают, ну там медики в медицине там и так далее, то есть они свой предмет знают. Значит второе, ну наверное, они должны владеть теми там продуктами, или если этих продуктов еще не созданы, то более низкоуровневыми технологиями, которые они внедрять собираются. Ну то есть там, не знаю, условно, вот электронный документооборот упомянули, наверное, чтобы у себя на предприятии внедрить документооборот, вот это второе, что служащий должен знать там все там варианты электронных документооборотов, которые они бывают, чтобы сделать обоснованный выбор, что внедрять, да? Ну вот как-то так, вот это второе, что надо. И третье, ну, по-моему, скользь у вас прозвучало, значит, что раз они будут либо возглавлять проекты изменения, либо в них активно участвовать, чтобы они в проектном управлении разбирались. Ну и причем под проектным управлением я имею в виду, что там есть несколько подходов, несколько вариантов, есть там старые добрые там водопадные методики там и бок, есть там современные там все там кричат и джайл, скрам, там, там, карбан и прочие слова, но вот это точно у них должно быть. Вот. Ну вот, наверное, в этом курсе. И последнее соображение, значит, как правильно бы сказали, по поводу лидерства. Ну, если они лидеры изменений, ну, наверное, чего-то про лидерство точно должно быть вот в этой программе переподготовлено. Конечно, там, ну, такой сложный дискуссионный вопрос, является ли харизма там тем, что можно там как-то научить развитие человека или, значит, это вот у него есть отрождение там, ну вот, могу сказать, что видел людей, которые там 15-20 лет назад там совсем были, ну, не публичные личности, вот, а потом через некоторое время становились очень публичными и классно выступали там, на публике. Вот, поэтому, наверное, вот это вот лидерские компетенции тоже там должны быть. Вот, это, ну, такое мое соображение по поводу, так сказать, вот этой вот программы. Вот, ну, и такое, как-то, общее там пожелание, соображение там вот только всем выступающим, потому что разных выступающих видели. Значит, честно вам всем скажу, там, 20 лет назад я выступал никак. Ну, то есть вот сила, слово совсем там. Значит, потом, ну, вот, как ты понимаешь, что компания растет, вроде там надо тогда на публику выходить, что делать с ней. Вот. И у меня у самого возникло вот это, ну, понимание, что, ну, наверное, надо как-то этому подучиться. Значит, вот, если захочешь этим заняться, да, а там же, как получается, вот, студенты, как коим я сам там давным-давно был, они же смотрят, вот, ну, пока их еще, если их не испортили еще пока, они смотрят в рот преподавателя. И вот, вот какой преподавателям личный пример показывают, вот потом они так и говорят, там, знаете, вспоминают, вот у меня в школе такая классная математичка была. Вот, и вот спрашиваешь, а что классная-то? Слушай, ну, так вот интересно рассказывал, все, это человек дальше любит математику. А кто-то скажет, там, у меня вот там географии заразили, там, ну, прям вот, а это ж вот все вот, ну, помимо вот внутреннего содержания, там, курсы что-то даешь. Ну, это вот как ты себя, видишь, как ты выступаешь? Ничего сложного, это все учится, тренируется, есть там курсы есть, книги по этой теме есть. Ну, вот прям хочется, чтобы наши преподаватели, ну, классно выступали, с удовольствием слушали студентов, и вот это пример, на который я вот хочу равняться вот прям. Желаю вам в этой теме немножко продвинуться. Спасибо. 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 Спасибо.